Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет видео покупки и подарки. Сначала я расскажу о своих покупочках, последних, очень интересных и полезных. Первое, что я купила малому, вот такую штуку, прорезыватель в Ашане. Очень, кстати, классный, ему нравятся, яркий. Вообще, кстати, для детей такие игрушки дорогие. 250 рублей, да, примерно, ну там плюс-минус 20-30 рублей стоит вот такая штука. Офигеть! А мы все время разные, вообще, надо дать быстро играть. Купила моющее средство в Ашане тоже. Я уже во влоге, может, где-то показывала, да, для посуды антибактериальной. Им можно мыть и еду даже, и игрушки всякие, и посуду. Потому что как раз-таки я уже задалась этой целью мыть посуду. Вот такой вот эко. Краски. Кто спрашивает меня, что я буду красить в следующий раз? В следующий раз я буду красить 10. Белое солнце. У моей мамы такой цвет, она красит. Эти краски закрашивают. Седину, если вам нужно, да, для кого-то. Это достаточно стойкие краски, но для темно-русого не рекомендуется использовать. То есть русый и светло-русый. Будет такой платиновый, должен быть платиновый блондин. Но лично у моей мамы прям белые-белые волосы. Да, очень красивый цвет, и я хочу попробовать. Сейчас немножечко еще подсмоются мои. Многим нравится цвет, который сейчас у меня, да, но я его просто не повторю. Потому что этот цвет реально крутой стал после двух помывок волос. Соответственно, было накрашено на мои розовые волосы. Это были смешаны две краски, два к одному. Разных цветов, да, примерных оттенков. Поэтому, чтобы красить потом корни, целое дело. Плюс вот профессиональные краски мне сказали, что они все пахнут, и нет непахнущих. Да, единственный вариант это сделать краску, намешать, выставить ее на две минуты на улицу, аммиак немножко выветрится, и потом красить. Ну, это целое дело для меня. А мне мама сказала, что вот эти краски не воняют. Ну, для нее лично не воняют, на ее вкус. Я говорю, воняют краски? Она такая, нет, нормально, грыжет волосы, печет. Она говорит, нет. Конечно, все зависит от кожи, но я буду пробовать. Вот знаете, что вот это десятый номер, белое солнце. Я буду Гореньер Color Naturals Крем. Ну, я буду красить. Дальше, малому еще я купила вот такие ложечки. Он у меня уже сам выхватывает. Выхватывает, хочет кушать. А я понимаю, что он еще не может правильно ложку, поэтому я взяла вот такую вот боковую ложечку. Вообще, если у вас будут советы, какие-то, да, лайфхаки для деток, пишите мне в комментариях там, да, вот что-нибудь интересненькое, полезненькое. Потому что многие, кто мне писали, я что-то приняла для себя. И да, вот, например, игрушки прятать от ребенка. Ну, не в смысле все игрушки, а вот половину спрятала, да, половину он играет. Через какое-то время он их забывает, снова вытаскиваешь. Вот девушка мне советовала, очень полезный, кстати, лайфхак. Такие ложечки взяла, яркие, в общем, ложечки. Пусть кушает с них. Дальше, Виктория. Увидела у нее видео макияж для Инстаграма. Думаю, дай посмотрю, как она красится. Открываю. Она просто берет вот этот балет бежевый, тональный крем, 0,3 номер. Она светленькая, такая же, как и я. И просто им вот при лицо сравнялось. Я звонить сразу, Виктория, говорю, что это такое у тебя тут за... А, я ей в комментариях писала. Я говорю, что это такое у тебя там балет, какой номер я тоже хочу. Вот он балет 2000, тональный крем, с витамином Е. Вот, там есть еще натуральный цвет, но он очень-очень белый, говорят, да. И есть еще персиковый, он, по-моему, потемнее. Вот Кристинка им пользуется. Я купила. Вы знаете, мне нравится. Он действительно матирует, тонирует. Но я уже где-то об этом говорила. Единственное, что мне не нравится в нем, это его запах. Очень яркий запах. Ну, а девчонок я никогда этого запаха не чувствовала. Может быть, он выветривается. Короче, вот такая вот. Ну, буду пользоваться. Попробовала я его использовать как консилер, чисто под глазки. Но нет, его надо полностью. Он хорошо матирует, кстати. Дальше зашла в Ашан. И я снимала тоже это во влоге уже. Многие видели. И как, блин, мне... Вот, фикс прайс нас балует. Там такие топики классные, да, вот такие вот. Маленькие. По 50 рублей, блин. Тут заходишь, 275 топик. Конечно, он немножко другой, но все равно. Мне не обязательно нужно было такой. Короче, этот розовый цвет, спортивненький такой, я взяла. И такие же, как бы, шортики-трусики. Видите? Короче, буду в этом дома гонять, заниматься. Розовый цвет, серый, черная надпись. Вот такие вот полосочки здесь, видите, зеленая. Я обожаю, честно говоря, такое. И я по дому гоняю вообще с этим с легкостью. И как раз я дома занимаюсь по несколько раз в день, чтобы не переодеваться. Спортивная там, еще что-то. Ну, я и так не переодеваюсь. Ну, а так будет еще стильнее, да? Может, фоточки в Инстаграм завидите, кстати. Инстаграм оставлю. Вот это мне очень нравится. Стоят это 275 трусики и 502. 502 рубля. Я думала, тоже где-то 300 рублей. Ладно, но я очень захотела и поэтому взяла. Еще в Ашане я купила вот такие вот кофточки. Может быть, кто-то видел меня уже в видосах. Вот с такой серой кофточкой. Очень классная. У нее сзади вот такая вот штучка. И она выходит немножко наперед. Мне очень нравится, очень круто. Цвет такой серый, прикольный. Я решила еще купить. И там еще два цвета есть. Там есть вот такие беленькие. Они как бы бежево-беленькие, не кипельно-белые. И черные. Знаете, это такие ходовые цвета, которые всегда подо все подойдут. И тоже оно вот с такими вот очень классно смотрится. Вот, кстати, размер. Какой у меня здесь размер? Потому что там не было эски. Там эмки только. Вот мне интересно. Бежевая эска. Вот это, наверное, серая тоже эска. А черная эмка. Смотрю, насколько она больше. Я так померила, приложила. Ай, ну не намного больше. Чуть-чуть. В общем, нормально будет. Я довольна. Также я купила своему малому соски. Уже авентовские. С быстрым потоком. Потому что что-то у нас было со средним. У нас было с медленным. С медленным, когда он совсем только родился. Потом со средним потоком. Сейчас вот хочу с быстрым потоком уже. Тем более соски нужно менять. Здесь четыре капли. Вот, ему самый раз. А то три у нас еще и со средним потоком. Короче, будет кайфовать. Ну и дальше, дальше переходим к самому интересному. Это подарок. Я его уже распаковала. Во влоге я вам показывала коробочку. Такая коробочка. Девочки, я даже не ожидала. Это прислала мне Тата. Она блогер. Девочка. Делает ручной работы вот такие вот интересные украшения. Просто я... Вот знаете, вот коробочка, да? Во-первых, уже... Вы знаете, что я люблю, когда дарят в коробочке. Я открываю, такая думаю, ну вот там сейчас это... Настолько все пахнет. Настолько все со вкусом. Понимаете? Она упаковала... Ой. Она упаковала и запечатала каждую. Понимаете? Вот раз. Два. Аромат везде. Блин, такая коробочка классная. Вообще. Я эти коробочки коллекционирую. У меня уже целый пол шкафа вот забито чисто коробочками красивыми разными. Смотрите. Так и у нас конкурс. Но конкурс будет в Инстаграме. В Ютубе я сделаю отдельно конкурс. Так. Первое, что это вообще... Это просто... И такие подарки я обожаю. Это нереальные подарки. Это обложки. Обложки на паспорт. Когда я смотрела у нее и выбирала все это, я думала, что это все аппликации. Ну, то есть, они открытые, да? И думаю, ну, просто для красоты. Может быть, еще... Ну, думала, что оно будет не очень надежно, как бы, да? Обдираться все это будет. А она, представляете, сделала все это под пленочкой. То есть, там выпуклое такое. Но не сильно выпуклое. Мешать не будет, потому что мой паспорт находится в кошельке. И оно все под пленочкой. И посмотрите, ну, как от души сделано. Конечно же, вот эту я выбрала себе. Я позаботилась о своих друзьях. Кристинка, так как она светленькая, выбрала вот эту вот светленькую. Так оно внутри еще, смотрите. Вообще. А вот здесь, а вот здесь сердечки, эти бабочки. Вообще, красота. И вот тут вот тоже бабочки. В общем, это такая прелесть. Я просто подарю это кому-нибудь из своих, да? Вот Кристинке себя оставила и третью еще кому-нибудь подарю. А мы будем делать конкурс, кстати, в Инстаграме. Поэтому еще раз повторяю, переходите ко мне в Инстаграм. Потому что как только выйдет это видео, думаю, примерно... Ну, в общем, на 10 тысяч подписчиков уже близится эта сумма. Я в Инстаграме сделаю конкурс. И два победителя, которых мы выберем вместе с Татой, они смогут у нее на страничке выбрать себе любой подарок. То есть это будут либо вот такие вот обложки на паспорт, офигенские просто, либо это будут вот такие браслеты. Просто офигенские, они тоже из натуральных камней. Посмотрите, вот, блин, как оно сделано. Тут крестик вот такой вот. Очень красиво. Я когда это достала, просто это настолько утонченная работа. Это настолько приятно одевать. Честно говоря, я просто поняла, что я все хочу оставить себе. Я не хочу ничего никому дарить. И поэтому мы с ней договорились, чтобы этот конкурс мы сделали с ней совместно, чтобы победители смогли выбрать у нее на страничке тоже себе цвета, которые им понравятся. Вот, или обложку какую-то. В общем, будет два победителя, которые смогут выбрать себе либо браслетик, либо обложку. Вот, так что переходите в Инстаграм. Условия будут очень простые. Все в Инстаграме я расскажу. Не упустите этот конкурс. Также она блогер. Я тоже ссылочку оставлю на ее канал внизу. У нее канал вообще как бьюти-блогер, но также она снимает там и влоги, и кулинарию, и, конечно же, рукоделие. Вообще, это человек, вот, это самые лучшие, одни из лучших браслетов, которые мне когда-либо присылали на обзорчик или вот в подарок. Вам скажу так, честно. Правда. Здесь и цвета подобраны так, и вот эти вот весюлечки, украшения подобраны. Но вот эти вот обложки, они просто бесподобные. Я теперь буду крутая. Розовые волосы будут помнить. Буду помнить я долго. Вот. В общем, все. Я вам все сказала. Все ссылки, всю информацию я оставлю внизу. Таточка, дорогая моя, спасибо тебе большое. Я просто не ожидала. Ты для меня открылась вообще с какой-то другой стороны. Конечно же, ты говоришь, я вот смотрю твои видео, комментирую. Я видела, конечно, видела твою аватарку. Я даже заходила на твой канал. Просто у меня все очень-очень все вот так вот самбурно в голове, да. И я очень редко смотрю какие-то видео или еще что-то. Но теперь я обязательно обращу на тебя внимание. Буду заходить на твой канал чаще, смотреть какие-то видео. И мне очень-очень приятно и большое спасибо. В общем, все. Не пропустите конкурсы, инстаграм. В ютубе будет конкурс чуть-чуть попозже. И... И я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем спасибо. Люблю вас. Пока. Не, ну вот настолько мне нравится, как это все упаковали, что я даже не выкину эту бумагу. Посмотрите, в которой все было упаковано. Я ее не выкину. Я ее сохраню. Я обожаю вот эти все штучки, все. Ленточки какие. Они тоже необычные ленточки. Они, видите, какие? Блин, ну надо же вообще. Я в шоке. Правда, я в шоке. Я не знала, как это описать. Я не знала, как мне выразить вот все, что я чувствую, когда вот так преподнесен подарок. Вообще. Кстати, убрала, блин, цвет уже. Но у меня вот возникла мысль такая вот для Таты. Было бы круто, чтобы она еще делала не только браслеты. Вот скажи, пожалуйста, Таточка, или напиши мне там в инстаграме, в директ. А сережки? Вот то, что ты делаешь, какие браслеты, если бы ты еще делала такие сережки, украшения сюда, мне кажется, вообще цены бы им не было. Ну правда, очень красиво. Прям вот все браслеты, которые бы я выбрала, я бы хотела сережки. Такие, ну не маленькие, а вот эти, которые вот висят, такие красивые. Такие красивые. Вот у тебя там камушки, и вот это вот все подобрано. Я даже такого вот не видела. Что-то нашла. Матовые там, матовые бусины. Круто. Сережки такие, классные. Задумайся. Ну, может, ты об этом уже думала.